Труд учителя должен оплачиваться по единым и прозрачным правилам. Условия работы педагогов нужно совершенствовать. В стране необходимо сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи и подключать к этой деятельности общественные организации и ветеранов боевых действий. Такие тезисы на тематическом заседании Госсовета озвучил президент Владимир Путин. Воспитание, скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории. Эти слова принадлежат великому русскому педагогу Константину Дмитриевичу Ушинскому. Он много писал о роли наставников формирования мировоззрения подрастающего поколения. Сегодня мы возвращаемся к этим традициям. Берем все самое лучшее, чем гордилась и дореволюционная, и советская система образования. Восстанавливаем воспитательную, ценностную составляющую в школах, вузах, техникумах и колледжах. Для нашего суверенитета это также важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий. 2023 в Курской области стал первым годом реализации стратегии развития образования, которую вместе составили представители власти, учителя, родители и дети. За два года в регионе капитально отремонтировали 49 школ, большинство в районах. На дополнительные выплаты и премии педагогам и наставникам направили около 700 миллионов рублей из областного бюджета. Работу над увеличением зарплат продолжат и в следующем году. Могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день Курская область добилась значительных результатов по обновлению образовательной системы, однако важно продолжать двигаться в этом направлении. Необходимо и дальше совершенствовать материальное оснащение образовательных организаций и в то же время работать над повышением престижа профессии учителя. Уверен, что при поддержке федерального центра регион эти вопросы решит.